Приветствую вас и, конечно, дать совет, наверное, будет легче всего, но, тем не менее, не то, что легче, есть правильно. Советов давать вам я бы не стал, потому что это не удел психологов. Психологи, они дают советов, они помогают увидеть, что человеку ситуацию немного более полную и лучше понять себя. Исходя из того, что вы описали, я могу сделать вывод, что мужчина, вообще говоря, ничего серьезного к вам не испытывает. Исходя из того, что вы описали, я могу сделать вывод, что мужчина не обладает критическим мышлением по отношению к себе. Исходя из того, что вы описали, я могу сделать вывод, что у мужчины нет на вас серьезных видов, серьезных намерений и так далее. Если на столь ранних этапах человек уже проявляет к вам достаточно приличное количество такого, знаете, ну, пренебрежительного отношения, то в будущем, к сожалению, скорее всего, этого будет только больше. И дело здесь совсем не в том, что он плохой или, там, знаете, как-то дурно воспитан, например, или что-то еще. Дело в том же, что он так воспринимает вас. И вряд ли можно его за это винить. И вряд ли можно надеяться на то, что он изменится. Вряд ли можно надеяться на то, что его поведение будет другим. Я хочу спросить у вас вот о чем на самом деле. Вопрос этот, на мой взгляд, очень-очень важен. Вот вы, когда были с ним, Вы чувствовали определенный набор эмоций, определенный набор ощущений. Вы привели к ним время. И вопрос, который мне бы хотелось вам задать, заключается в том, понравилось ли вам с ним быть. Понимаете, чувствуете ли вы, что это ваш человек? Чувствуете ли вы, что с ним вы будете счастливы? К сожалению, судя по тому, что написали вы, можно сделать несложный достаточно вывод о том, что мужчина вас воспринимает не так, как вы того хотите и не так, как вы того заслуживаете. Мужчина не принимает вас такой, какая вы есть. Опять же, к сожалению, мужчина не принимает вас такой, какая вы есть. И из-за этого, из-за этого вы с ним чувствуете себя, ну, вообще-то говоря, неопытной, маленькой и не чувствуете себя женщиной. Мужчина, парень, делает это специально. Он, видимо, почувствовал, что у вас нет опыта, и можно делать все, что он хочет, все, что ему, там, не знаю, нравится и так далее. Хорошо это для вас или нет? Решать вам. Чувствуете ли вы, что мужчина может сделать вас счастливым, тоже решать вам. Вряд ли мы, то есть психологи, можем дать вам конкретный совет по поводу того, стоит ли вам меняться ради такого человека или нет. Вообще-то говоря, меняться ради кого-то всегда опасно. Это я сейчас говорю не о каких-то вот моментах, связанных, там, лично с вами или с вашим мужчиной. Нет. Я говорю сейчас про ситуацию вообще. Ради кого-то меняться не стоит, потому что любые изменения важны только для вас самому. А если вы меняетесь ради кого-то, ради другого человека, вы рискуете потерять свою самобытность. Вы рискуете потерять себя. И главное, что если вы начнете меняться для другого человека, то он, увидев это, вполне может быть, решит, что вы только и будете делать, что ради него меняться. Вряд ли это принесет вам удовольствие и вряд ли это принесет вам счастье. Еще раз, если вы хотите меняться, если вы считаете, что вам нужно меняться, то старайтесь это делать для себя. Не для кого-то, не для мужчины, не для каких-либо еще людей, а именно для себя. И если вы будете делать это для себя, то ваши изменения всегда будут положительными, всегда будут правильными, всегда будут теми, которые идут у вас внутри, идут искренне. А не теми, которые продиктованы желаниями других людей. Я думаю, что вам нужно, я думаю, что вам желательно быть более самостоятельными. И понимать, что если человек, любой человек, вас не принимает, у меня сложилось такое ощущение, что человек вас не принимает, по крайней мере, тот, с которым вы встречаетесь. Так вот, если человек вас не принимает, то он уже вас и не примет, к сожалению. И возникает вопрос, ради чего вы будете с тем, кто вас совсем не принимает? Если у вас есть, условно говоря, как бы мотивация для того, чтобы быть с ним, чтобы быть с этим человеком, есть мотив для этого, то это одно. Мотив здесь есть, а проблем нет. Да? Я надеюсь, что вы это понимаете. Но если вы не отдаете себе отсчет в том, ради чего вы это делаете, если вы не понимаете, ради чего вы это делаете, и если вы совершенно точно не отдаете себе отсчет, что вы получите в итоге от этих изменений, то меняться, конечно же, не стоит. То есть, в конечном итоге, вам нужно решить, ну, не ли вам это мужчина или нет. Хорошо ли вам с ним или нет. Ради чего вы с ним, например, будете вместе. И так далее. Вот на эти вопросы вам нужно ответить, а исходя уже из этих ответов, вы сами принимаете решение относительно того, меняться ради него или отпустить. То, что вы описали, это несерьезное поведение мужчины. Но несерьезное поведение мужчины не является плохим. Несерьезное поведение мужчины может быть следствием гордости, может быть следствием стремления показаться независимым и так далее. То есть, вот эти моменты все нужно учитывать. Но только если вы сами чувствуете тягу к этому человеку. Если вы чувствуете симпатию, если вы хотите быть с ним, если вы хотите делать его счастливым, просто так и ничего не получая заметно. Решение относительно того, меняться ли вам для него или нет, нужно принимать вам. Но о последствии этого я вас предупредил. Что не решаете только вы. Давать советы я бы не стал. Потому что этого не позволяет профессиональная этика. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.